Ирина, слазь, ты ему сейчас палец расплавишь, ну хватит, сколько можешь загадать желания? Боля, минуточку, еще одну минуту. Нет, пошли, пошли, уже можно было три желания загадать, пойдем. Я три, кстати, и загадала. А ты вот вечно бежишь, мчишься, спешишь куда-то. Ты же не забывай, я все-таки истинный горожанин. Ну так, истинный горожанин. Давай немножечко сбавим темп и прогуляемся по нашему замечательному Могилеву. Присоединяйтесь к нам. И узнавайте больше о городе, в котором живете. Древний Нагорский посад. Уникальное место в нашем городе. Когда-то выглядел он совсем по-другому, а сегодня здесь осталось всего несколько старинных зданий. И они по сей день хранят тайны могилевской истории. Летит время над древним Могилевым. Меняется облик города, но остается история и предание дней минувших. Архиерейское предместе находится в самой древней части Могилева, на Гурском посаде. В 15 веке здесь появился Спасский монастырь, который был не только оплотом православия, но и центром образования. В самом начале 17-го столетия на его территории открылась православная братская школа, которая по тем временам славилась весьма высоким уровнем знаний. В приватности там выкладал и славутый Спиридон Соболь, который потом у друкарни Могилевского Боявленского братства выдал славутый букварь языка славянских. Перекресток Спасского переулка и улицы Ветреной, ныне Ленинской, исторический центр города. Это место когда-то хорошо было известно могилевчанам как плацдарм интеллектуальных битв могилевских клириков. Миновито тут недалеко находился Спасский собор, с этого боку Богоявленский, а крышечку далее католитский храм, фарный костер. И восьминавито на этой площади вельми часто сустракались шкалеры, разумеется, альбоклирики, православные, вуниаты, католики и наладживали дыспуты, чья вера лепшая. А могилевчане в свою очередь собирались послушать образованных людей, а порой посмотреть, как визави в туру спора отстаивают свою правоту на кулачках. На великий жаль, саправды не шмат, чего заховалася. Знищены Спасский собор, але заховался архиерийский палац, знищены были монашеские келли, то есть забудова непосредная монастыря, але заховалася все еще некольких двух-трех поверховых мураванных будинку, которые мают дочинение до, будем так сказать, Спасского подворка. В этом великолепном здании в свое время размещался архив. Напротив – одноэтажка, когда-то принадлежавшая Могилевской духовной семинарии, которая была построена на территории Спасского монастыря в 1780 году. В частности, здесь жили преподаватели семинарии. А вось неде на этом месте в 1655 году находился будинок Могилевской пекарки, в котором Калисти замироточил образ, который потом стал видом, как образ Мати Божия Могилева-Братской. Эта икона стала защитницей Могилева и не раз спасала город во время многочисленных войн и катаклизмов. Город, который менялся на протяжении столетий, но сумел сохранить свою историю и предание дней минувших. Балкон Могилевской ратуши скоро станет жилым, и там поселят гарниста. Думаете, я шучу? Отнюдь. Но, правда, гарнист будет не живой, а железно-алюминиевый. Он будет появляться под звуки фанфары на балконе ратуши каждый день. Такой подарок горожанам и туристам Музей истории Могилева готовит ко дню города. Задумка с гарнистом весьма интересна. Будущий музыкальный страж ратуши вполне возможно станет еще одним символом Могилева вместе со звездочетом и дамой с собачкой. Он будет выезжать в раздверы, выполнять свою композицию, а потом заезжать назад. И будет находиться постоянно в остатке участка, где ее, ну, ответственно, не на праце. Над образом гарниста работает известный могилевский скульптор Андрей Воробьев. Статую планируют сделать из железа и алюминия в человеческий рост. Выглядеть новый житель ратуши будет как настоящий горожанин эпохи Магдебургского права. Одежда, возможно, будет меняться. В праздники гарниста будут наряжать, а зимой переодевать в теплый костюм. Сотрудники музея уверены, в 16-18 столетиях на балконе Могилевской ратуши вполне мог работать и настоящий гарнист. Идея его создания в виде скульптуры появилась у часового мастера ратуши Геннадия Головчика. Он же будет работать и над всем механизмом. Ну вообще у меня была идея изначально не гарнист. Это должна была быть изначально какая-то такая мифическая фигура, которая выходит ночью, обходит по балкону вокруг здания башни ратуши и исчезает опять же в самой башне. Возможно, будет и такая фигура, но мастер считает, в первую очередь городу нужен именно музыкальный театральный персонаж. Создатели скульптуры уверены, гарнист понравится туристам и жителям Могилева. И, возможно, скоро будет объявлен конкурс на имя для необычного жителя ратуши. Сильный вокал и качественная мутка. Именно этим славится могилевская рок-команда «Тритон». Это не просто группа-однодневка. Недавно музыканты отметили 10-летний юбилей. Тритон группа со стажем. 10 лет на белорусской сцене. Не шутки. А началось все как у всех. Любовь к музыке, стремление сделать что-то свое и показать это людям. Решили играть не метал. Собрались новые люди. То есть люди уже на самом деле пожилые все, поэтому уже не новые. Но как бы собрались в тот момент. Для того момента, когда Тритон образовался, это был взрыв для Могилева. Начиналось все просто. Собрались вместе и решили играть. И сейчас это осталось неизменным. Музыканты специально собираются, чтобы играть музыку. За немало отрезок времени, непрерывного творчества, вспомнить есть что. Самым ярким, наверное, впечатлением все-таки для нас явился, наверное, все-таки Карпатый. Потому что, ну, во-первых, такого приема никто не ожидал. Потому что всех на всех нас пугали, что там все-таки Западная Украина, нас никто воспринимать не будет. Все было наоборот. Все на самом деле было хорошо. Мы очень рады того, что посетили Урал. Мы посетили Кавказ. Мы посетили Крым. Наверное, больше никто его не посетил. Что касается состава, группа как семья. Очень большая семья. За столько лет состав менялся многократно. Но, как признается вокалист Владимир Лубов, со всеми тритоновцами сохранились дружеские отношения. Состав меняется постоянно. То есть мы как-то сначала переживали на эту тему, потому что, ну, как ты приживаешься к человеку, он уходит. Но пришли к выводу, что если человек горит, музыка, ему хочется играть и дальше, он остается, не хочется, идет дальше. Самое главное то, что группа Тритон не останавливается на достигнутом и продолжает развиваться. В их багаже уже есть четыре альбома, бесчисленное множество концертов, а впереди еще больше. Совсем скоро начнется работа над новым альбомом. У нас каждый альбом не такой, как предыдущий. То есть, в принципе, у нас мы начинали с рэп-кора, потом был не метал, потом был какой-то, я даже боюсь предположить, что это в районе группы метал-кора. Сейчас это будет несколько такой отход в сторону прок-рока, но все равно будет метал. Каждый из музыкантов – талант. Тексты песен и музыка – свои. Все свободное время проводят в репетициях. Именно благодаря этому постоянно радуют слушателей чем-то новым. Группа «Могилевская» о список поклонников выходит далеко за пределы не только области, но и страны. Стеклянные бутылки сложно назвать ценной вещью. Ведь у нас есть традиция – бить стекло – это к счастью. Но с этим в корне согласны хранители музейных коллекций. Для них стеклянные вещи – это свидетели эпох, чудом доживших до наших дней. Вот так вот обычные молочные бутылки и граненые стаканы становятся частью истории и музейных коллекций. Коллекция бутылок разного времени в Краеведческом музее небольшая, но очень ценная. Бутылка – хрупкий предмет. И уже то чудо, что она сохранилась, что она где-то в доме была, что она войны пережила, и вот дошла до музейной полки. Бутылка, говорят историки, может много рассказать об эпохе. По форме, цвету стекла и надписям. Ну, например, мы можем узнать о нашем заводе пивоваренном «Эльза Францевна Яник». Вот бутылка с интересной формой, грушевидной, так можно ее назвать, или яйцевидной. В начале 20 века действовал этот завод. В бутылку, больше похожую на вазу, наливали коньяк. Компании Шустав и сыновья, эта фамилия известная сегодня, кстати, принадлежали еще рецепты рижского бальзама и рябиновки. Семейство Шуставых предпочитало именно вот такие прозрачные бутылки с цоколем граненым для своего коньяка. На ней надпись об этом и гласит. Между прочим, изделия этого семейства предпочитали и Николай II, и Черчилль, и Сергей Есенин любил очень рябиновую. Красивый флакон поможет больше узнать об империи Бракара, очень известной московской парфюмерной компании. Может, флакон еще пахнет духами? Нет, как бы я ни старалась уловить какой-то тончайший запах цветочного, а может быть, в этой бутылочке и хранились известные его духи, которые были выпущены к 300-летию дома Романовых, назывались «Любимый букет императрисы». И вы даже не догадываете, что позже эти духи изготавливались, как в Красной Москве. Самые маленькие бутылочки стали делать с широким изготовлением лекарственных средств. Эти похожие на детские игрушки-сосуды, аптечная посуда. Вот, скажем, у меня в руках флакончик маленький с выливом, скорее всего, из-под каких-то капель, очень тоже известной фирмы, товарищества Келлера и компании Москве. Первый учредитель производства промышленного лекарственных средств Российской империи был. От маленького к большому. Для чего эти бутылки точно изготавливались, сказать трудно. Но как использовались в быту, легко догадаться. Скажем, для хранения мутной жидкости. Очень легко, на мой взгляд, догадаться. Стоит только вспомнить сцену свадьбы, в фильме «Свадьба в Малиновке» или Верещагина в «Белом солнце пустыни» с такой бутылью. То легко догадаться, для чего они служили. Скорее всего, для разлива спиртных напитков, кваса. Неотъемлемая часть музейной коллекции – молочные бутылки, вызывающие приступ ностальгии у людей старше 25-ти. Вот только крышки из фольги, цветные и полосатые, так и не сохранились для истории. Это навсегда ушедший символ советской цивилизации. И вот, к счастью, у нас есть и довоенная бутылка. Видите, какая? Больше, чем литровая, с такой достаточно серьезной надписью. Нарком, пищепром, СССР, главмолоко. В коллекции много разных бутылок. В одну с изображением иконы когда-то наливали святую воду. В другой синий с итальянской надписью была элитная минеральная вода. А в очень старой зеленой квадратной бутылке может быть ликер. И все они очень красивые. От самых маленьких до очень больших. Вот мне интересно, а в какую сторону мне бежать, а, Ир? Коля, зачем тебе вообще куда-то бежать? Ну, дело в том, чтобы тебя поймать, когда ты остановишься. Ой, сколько деревья, деревья. Приколи. Ну, один пока, один. Так, давай быстрее фокусируйся, нам пора прощаться. Да? Да? Давай. Ну что же, наша программа заканчивается. И мы напоминаем адрес, куда вы можете прислать ваши городские истории. Город Могилев, улица Первомайская, 83. Телефонной студии 2215-83-2290-70. Хух, да? Ну и, конечно, не забывайте про наш сайт tvrmogilov.by. В гостевой оставляйте свои городские новости. И назначаем встречу в следующую неделю, в четверг, на улице города. Всем пока. Пока. Покружись, покружись. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok